На 24 августа 2020 года была назначена свадьба чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Седокова и красавицы Мадины Плиевой. По осетинским традициям на торжество были приглашены многочисленные родственники, друзья и знакомые. Размах свадьбы требовали кавказские традиции. Были приглашены порядка 600 гостей и по примерным подсчетам было потрачено около 10 миллионов рублей. Но праздник стал развиваться по сценарию, который даже не покажут в мексиканских сериалах. На второй день на смартфоны приглашенных гостей стали приходить фото и видеоролики, которые в не самом приглядном виде показывали невесту Мадину Плиеву, а в комментариях писалось, что она якобы занималась эскортом. По сообщению московского комсомольца. Увидев ролики, жених в приступе ярости отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины и выволок невесту с праздника прямо за волосы. После чего остаток вечера сидел на земле и плакал. Свадьба расстроилась, невесту выгнали, а жениха увезли за город. Прошло уже три года, страсти уже улеглись, давайте посмотрим, как теперь живут Мадина и Заурбек. Сейчас Мадина Плиева проживает в Москве в кругу родственников. Говорилось, что сразу после свадьбы хотела наложить на себя руки, но близкие люди спасли. Мадина Плиева использовала время, свободное от романтических отношений, с умом, сосредоточившись на себе и развиваясь личностно в различных направлениях, например, используя свои творческие таланты, больше, чем раньше. Путешествуя по России, посещая друзей за рубежом. А также по сообщениям, посещая некоторые курсы, связанные с бизнесом и финансами, что может быть связано или не связано напрямую, но не повредит, если это так. Она также активно делится своими размышлениями в социальных сетях, которые часто вызывают поддержку со стороны других пользователей. Что говорит о том, что ее популярность среди поклонников остается высокой, несмотря на предыдущие проблемы в личных отношениях. Заурбек Седоков после несостоявшейся свадьбы с головой ушел в спорт. Отмечу, что весовая категория 74 килограмма считается самой тяжелой и наиболее конкурентной. Бесконечные тренировки, которые не давали времени думать о свадьбе, в итоге дали результат. Сначала выиграл чемпионат России, затем победил в контрольных схватках на сборах, добыв путевку на Олимпийские игры в Токио. И в тяжелейшем финале Олимпиады Седоков победил другого россиянина Магомед Хабиба Кадимагомедова, которого периодически тренировал его именитый земляк из Цумадинского района Хабиб Нурмагомедов. Заурбек после схватки отметил, что золотая медаль Олимпиады была его детской мечтой, которой он шел всю жизнь. После победы Заурбека Седокова на Олимпийских играх подписчики Мадины Плиевой спрашивали у нее, Седоков чемпион? Ее ответ был прост и точен. Был, есть и будет. А как вы считаете, можно ли забыть все то, что вылилось на бедную девушку? И как вы бы поступили в этой ситуации? Пожалуйста оцените видео и подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе новых публикаций.